В Амхате имени Горького представили золото партии. Во Вьетнам на саммит АТС прибывают лидеры государств. Россия и Израиль подписали историческое соглашение, которое ставит точку в столетнем споре. В тибетском дворце Патала завершился ежегодный косметический ремонт. Японская компания поощряет некурящих сотрудников. Ровно сто лет исполнилась Великой Октябрьской революции, а золото партии так и не найдено. Ищут его и в новой постановке МХАТа имени Горького. Спектакль так и назвали – «Золото партии», хотя речь в нем не только об этом. «Золото партии» – само название все-таки какое-то золото. А что это золото? Куда делось золото? Где оно? Нашли ли его это золото? И в общем все ищут, найти никто не может. А оказалось, что самое большое золото, которое непобедимо, по-видимому, нашей великой, любимой, дорогой нашей стране – это люди. Наверное, ценнее этого золота нет, и про это золото в основном пьеса. Корни сюжета уходят во времена революции, а действие разворачивается в наши дни. В центре комедийного спектакля – семья старого коммуниста, бывшего партийного руководителя. А дай тебе, он о ней вроде мечтал. Бог, ты что делаешь, это мой лучший колобит? Холом, дай холом! Ах, коммунисты на детях не экономят! Петр Лукич к деньгам относится очень просто, в отличие от своего сына, разорившегося банкира и остальных героев спектакля. Это типичные представители современного поколения, которые мечтают о богатстве и ради него готовы на многое. Спектакль задает серьезный вопрос – к чему пришло наше общество за последние сто лет? По-моему, что устраивает. По-моему, что все-таки есть какая-то связь с 2017 года, с сегодняшним днем. Я думаю, что будут и ходить на этот спектакль, потому что это интересно, это наша животрепещущая, можно сказать, тема. В пьесе чувствуется некоторое сожаление о выбранном после развала Советского Союза пути. Капитализм у одних нищета, у других огромные шальные деньги. Возможно, стоило пойти по азиатскому пути. Тем более, что наша страна на три четверти азиатская, с соответствующим менталитетом. Все были возможности, чтобы пойти китайским путем, то есть сохранить, так сказать, коммунистическую партию, как, так сказать, консолидирующую и планирующую силу, ну, может быть, убавив, так сказать, огонек ее, как бы, идеологического накала, да он и был уже к концу перестройки убавлен. Сейчас ситуация выравнивается. По мнению Юрия Полякова, мы уже отчасти пошли по азиатскому пути, выстроив мощную президентскую вертикаль. Алиса Климантович, Сергей Новиков, Гордея Верьянов. Новости Большой Азии. Во вьетнамский Дананг на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прибывают главы государств и правительств. К их приезду в городе усилены меры безопасности. Порядок обеспечивают более трех тысяч сотрудников местных спецслужб. Встреча проходит во Вьетнаме, поскольку эта страна в течение года является председателем форума АТС. Действия Вьетнама направлены на укрепление позиций этой международной организации в мире. Российская государственная библиотека и Национальная библиотека Израиля подписали историческое соглашение. Оно ставит точку под вековым спором за еврейское наследие. Коллекция Гинзбургов – одно из самых ценных в мире собраний древнееврейских рукописей и книг. Теперь будет доступна в интернете. Оригиналы документов останутся в России. В то же время около 20 тысяч рукописей оцифруют и выложат на сайт Израильской библиотеки. Коллекция основана в XIX веке Осипом Гинзбургом и продолжена его сыном и внуком. Книжное собрание включает библейские тексты и комментарии к ним, научные работы по иудаике, а также трактаты по астрономии и медицине и сочинения Аристотеля. После революции 1917 года коллекция была национализирована. Большая ее часть хранится в Российской государственной библиотеке. В тибетском дворце Патала, которому 1300 лет, завершились ежегодные косметические процедуры. Более 300 рабочих и волонтеров побелили его наружные стены, чтобы защитить их от суровой зимней погоды. Краску для побелки изготавливают по традиционному рецепту, который включает молоко, мед, сахар и известь. Дворец Патала был построен в VII веке и позже был расширен. В 1994 году ценный объект внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В одной из японских компаний придумали, как мотивировать сотрудников отказаться от сигарет. Некурящим здесь дают дополнительный оплачиваемый отпуск. Работники считают такой подход весьма эффективным. Кто-то давно хотел бросить курить, но не мог найти подходящего стимула. Теперь победить вредную привычку стало легче. А началось все с жалоб некурящих. Некоторые из них возмутились, что курильщики слишком часто делают перерывы в работе. В итоге их рабочий день оказывается короче. Руководство признало претензию обоснованной и нашло решение проблемы. Панды Мингмень, Шуай-Шуай и Куку – единственная в мире тройня. Симпатичные зверюшки родились в июле 2014-го. В этом году животным исполнилось три года. И если при рождении они весили по 90 граммов, то сегодня масса тела каждой панды под 100 килограммов. В начале года тройняшек отделили от матери. Но сестра и два брата продолжают жить в одном вольере. Они едят и играют вместе, но отдыхают каждый на своей территории, на которую не пускают никого. Панды по природе – одинокие животные, поэтому близнецов расселят по разным вольерам, когда им исполнится пять лет, и они будут считаться взрослыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова